изучение происхождения различных слов языке именуют этимологии специалисты занимающиеся этим разделом языкознания сродни шерлоку холмсу и мисс маркл только ищут они не убийц а историю слов зачастую она бывает более захватывающей и запутанной чем произведение артура конан дойля и агаты кристи давайте мы раскроем одну такую тайну калмыцкого языка многим кто интересуется прошлым нашего народа знакомо слово ноен в наши дни многие считают что это эквивалент русскому слову князь ведь последние калмыцкие наены михаил гахаев донзан тудутов и серебра птумень в русских документах называется князями нам сегодняшним думается что слово наен наше калмыцкое и переводится она как князь однако это вовсе не так а как же тогда калмыцкие слова должны хоть как-то трактоваться с позиции нашего языка так например молча происходит а слово мало крупный рогатый скот а потому это будет скотник а слова зарахте от заразы суд и потому это судья а вот слову наен такого объяснения нет единственный глагол но и лх властвовать происходит от слова наен и никак не объясняет этот титул откуда же он слово наен не встречается и в ранних монгольских литературных памятниках таких например как сокровенное сказание монголов выходит оно появилось позже но когда и откуда когда монголы на основали династию юань в китае они стали переименовывать многие китайские титулы адаптируя их своему языку писал академик борис владимирца одним из таких титулов был лаю господин хозяин он-то и превратился в монголов не знавших в достаточной мере китайский язык в титул наен господин повелитель так например царгин наен стал полководцем засак наен это владеятельный князь 1368 году монголы ушли из китая а вот титулы увезли собой в степь с тех пор слова наен и монгольском языке стало значить господин хозяин но не князь кстати вплоть до 1771 года это слово и у нас калмыков использовалась в значении господин например старинной калмыцкой песни уши хан есть такие слова мана наен хан уши миниган яхта ги сын би наен наш наен хану буши на кого вы нас оставили если бы хан был наеном это было бы смешно не правда ли вроде как маршал подполковник а вот когда хан и часть тайшей ушли оставшиеся тайши оказались верховными предводителями народа а потому все стали называться наенами в значении господа хозяева середины девятнадцатого века наен стал восприниматься русской администрации как князь а слова тайша забылось но вообще наен это не титул а уважительное обращение к лицу стоящему выше по социальной иерархии вроде как господин геннадий корнеев о даях чим не бесить дурын че уга бұлова яхын болхын че мене ойлова яхын беле дурн мең сән бе дурн мең сән бе дурн мең сән бе дурн мең сән бе Жамалған тәрчанар чандан Ода чікі ён дурта